ой извиняюсь это не то немножечко ошибся ничего страшного всем здорова а также привет сегодня у нас господи самое важное событие каждые четыре месяца в жизни любого ютубера по игре pass of exile это высирание новых стартовых билдов которые почти не изменились из лиги в лигу но высрать надо потому что такие видео собирают очень много просмотров держу вас всех в курсе и естественно в этот раз я приготовил для вас невероятные потрясающие абсолютно имбалансные нечестные самые лучшие на просторах ютуба больше нигде не найдете все придумал сам билды для старта лиги 3.21 гарнила вроде называется вот держу вас всех курсе обычно я делаю какой-то там один стартовый билд для какого-то там себя и я вам рассказываю на чем я стартую в этот раз я сразу придумал сам очень много хороших билдов и все их естественно вам расскажу соответственно один из них будет мой стартовый самый первый про него я вам и расскажу сразу же самого начала почему я сделал много билдов по одной простой причине потому что билд на котором стартую я я естественно придумал сам ни у кого не своровал он как по мне не сильно подходит для большинства игроков игроков для старта это у нас кто правильно hex blast минер саботер вы скажете саботера же понерфили он сейчас там только как кокер работает саботера в основном понерфили именно как трапера а как минер он в принципе вполне себе актуален и рабочий посмотрел шоу кейсы если честно чат вот буду честным я на этом билде остановился просто потому что я сидел играл дот у меня по 10 раз за секунду спрашивали на чем стартуешь я решил что я аль-табнусь первый билд который я увижу буду на нем стартовать посмотрел шоу кейс нормально поэтому я стартую на hex blast минер и почему я не советую стартовать на нем вам ну как ситуативно тут уже сами решайте проблема во первых по ощущениям много кнопок для снегрить статистического игрока нажать банку после банки нажать ауру после ауры накидать мин после этого нажать фокус кинуть бир трапу и поставить тотемы на визор а потом еще есть детонировать мины звучит сомнительно это первая причина вторая причина это естественно то что это минер то есть если трапу ты кинула на там что-то полежала выебывалась а потом все-таки взорвалась сама то на мины нужная детонация и их детонировать нужно самим и многим людям этот геймплей абсолютно не нравится это второй пункт третий пункт билд для старта вроде хороший но есть некоторые нюансы например вам нужно будет скрафтить шляпу потому что без шляпы без прочих приколов вы сможете выйти на красные карты но если вы хотите прямо босситься что-то делать на этом билде что будет лучше чем красные карты и при этом не жрать дерьмо вам понадобится замечательная невероятная шляпа которую я уже крафтил возможно даже в этом видео покажу как крафтить там очень легко тут хоть и есть гайд но можно показать более наглядно в общем в чем проблема этой шляпы это шляпа она будет стоить миллиард валюты потому что накрафтится мета крафтом разными способами плюс еще нужно мета модов накидать много нужно много эссенций и так далее и тому подобное поэтому шляпа будет не дешевая я посчитал если билд будет плюс-минус популярным эссенция хистерии будет стоить не дешево то такая шляпа не самым худшим роллом гипотермии может стоить 50 диванов ближе к старту лиги что звучит не очень приятно как это делается создаем предмет у нас есть тут шляпа шляпа вот шляпа на любой базе нам в принципе насрать какая база под шейпером тут у нас написано 85 этом левел либо я бездарь либо 85 этом левел не обязательно достаточно восемьдесят четвертого я скрафтил спокойно нужную шляпу на восемьдесят четвертом делаем вот так вот кидаем алхимку и теперь нам нужно жестко наролить эссенциями хистерии которые между прочим являются максимального тира эссенциями которые можно получить только путем осквернения других эссенций с не самым большим шансом поэтому не факт вообще что мы получим тут нам повезло у нас прокнула с первой же эссенции гипотромия в как тут нарисован у нас 22 22 такие эссенции будут стоить сто процентов дороже дивана скорее все дороже нескольких дивана держу в курсе то есть мы на роли ли у нас не повезло нам нужно 0 суффикс увы суффикс мы не попали я естественно не буду заново ролить а просто буду аннулить пока не прокнет суффикс как вы понимаете шанс не такой уж и большой либо нам надо чтобы с эссенции не прокнула третьего суффикса после этого мы можем уверенно максимально кинуть мета крафт суффиксы скануть be changed кинуть рефорж крит единственный мод который нам может попасться это флотовый крит собственно к спелам поэтому мы делаем рефорж крит и нам не повезло прокнутый один соответственно мы либо сейчас кидаем а нуль и нам не везет кидаем а нуль пока не повезет потом кидаем заново мета мод а если мы в игре это 0 или там надо заново ролить эссенциями после этого мы делаем снова рефорж критам потому что нам нужно т1 прекрасно нам повезло всего со второй попытки а vg как вы понимаете три попытки плюс еще надо ваннулим попасть либо ральнуть свободный после этого мы начинаем делать фокусы а тут мы уже можем воспользоваться бестом очень быстро делаем либо вэйлдхаус арбом либо ашлинг не советовал бы делать вэйлдхаус арбом потому что если вам насрет вэйлхаус 2 мода то тогда вы сломаете шляпу и вам придется кидать а 0 50 на 50 а это шляпа на этом этапе уже стоит очень много валюты 2 дивайна в 20 плюс поэтому я бы не советовал придется кидать ашлинг а это еще по дивайну на метакрафт беста плюс еще по дивайну минимум на ашлинг на старте лиги у не у каждого человека вообще могут быть такие деньги плюс это очень геморрой на если покупать такую шляпу готовую скорее всего этого обойдется вам в миллиард валют и тут мы блочим самый весомый нот самым большим весом ураном повезло мы занвейлили аое гемы шляпа готова нам нужно просто перекрафтить лайфы мы счастливы увы там не такой уж и большой шанс занвейли тут мне просто повезло вот я вроде сделал шляпу но на деле если вы это крафтите не в эмуляторе в игре у вас может выпасть кишка и больше никогда в ее в жизни в своей не увидите увы тут еще можно сломать экзам какой-то полезный нот например эвэйзен рейтинг вот держу в курсе дальше дальше что у нас происходит дальше помимо шляпы еще есть проблема в том что не самые понятные механики особенно для новичка в этом билде а по типу он бегает на одном хп тут объяснение почему он не умирает я не буду это объяснять мне абсолютно без разницы я понял как это все работает а вам это объяснять не буду потому что я не гадодел а мразь вот это собственно тот билд на котором стартую я если ссылка будет в описании стартовать советую на нем только если а вы умеете хорошо фармить б у вас нет рвотного рефлекса из амин и третий вариант вы разобрались том как этот билд работает и вы понимаете что вы можете на нем стартануть для более адекватных людей у меня есть некоторые другие билды с более приятными какими-то механиками более простыми и так далее во первых если вы прямо максимальная могут ваша стиль это взять в правую руку бутылку пива в левую руку мышку или наоборот и побежать по актам стартануть лигу начали если вы не гонитесь за какими-то прекрасными миллиардами экзов и вы хотите просто получить от игры удовольствие чил и не хотите нажимать много кнопок всегда для вас есть ютубера с ником phox который в очередной раз сделал нам рф джиггернаута на котором вы можете стартануть у него вроде как стало чуть чуть меньше урона в этой лиге но зато у него стало больше выживаемости и от всех я слышал что билд как минимум не стал хуже поэтому если на нем стартовали в прошлой лиге почему бы не стартануть в этой а если до этого никогда не играли и вам нравится нажимать ноль кнопок мне например не нравится если у вас это устраивает то опять же рф джаггер в вашу лигу залетает с удовольствием сути рф джиггернаута в том что он бегает у вас есть круг он дамажит круг дамажит мало дамажит это ключевое слово но дамажит и за счет того что он дамажит мобы умирают обычно билд жирный это самое главное то есть если вы хотите чилить если вы не хотите умирать это прекрасно идем дальше дальше у нас идет веном гир от куб black mambo а это вполне себе неплохо но но есть некоторые нюансы во первых это билд чисто под мапой если вы захотите на старте выходить веном гиром куда-нибудь в другое место а именно пытаться убивать боссов и тому подобное идея полное говно скорее всего вы дроп на телегу а конечно в перспективе если вы вкладывать валюту будете веном гир возможно будет нормально убивать боссов но а зачем зачем если другие билды веном гир подходит для людей которые во первых планируют много играть на старте и рано начинать какие-то мапы я открыл не тот видос потом я оставлю ссылку в описании на гайд где можно нормально объяснено все естественно на английском увы русские субтитры придумали не просто так вот билд чисто для маппинга и второе это на билд нужно опять же уметь фармить валюту то есть если вы вообще не имеете никакой валюты скорее всего вы нажрете с дерьма поэтому какие-то лукбуки на старте или может есть вам придется побегать чтобы у вас были какие-то базовые стартовые вещи и вы могли плюс-минус комфортно маппица билд чисто если вы хотите маппица быстро действительно быстро и комфортно а если вас не пугает то что вы возможно умрете 500 раз а может и больше зависит за какой промежуток времени то в целом билд должен быть очень хорош и я уверен есть какой-то гайд который пронесет вас от маппинга белых карт атактов до какого-то эндгейма и пяти арбов потому что билд это может но опять же если вы умеете нормально стартовать и формить потому что этот человек который на нем там стартует быстро формит нужно учитывать что у него в первую неделю почти всегда есть мэйдж блат если не всегда и он фармить умеет поэтому для него этот билд прекрасный будет ли он прекрасен для вас опять же посмотрите видосики решите дальше колдот элементалистка я бы хотел оставить видос этот в описании там три месяца назад скорее всего по устаревшие там какие-то есть резервы я все равно его оставлю мне в целом без разницы я уверен если можете загуглить может найдете что-то лучше колдот я опять же видел везде вот это вот форсят вортексы вот эти вы бегаете под вами внизу появляется круг круг дамажит все счастливы как рф только он на месте стоит и не горит а замораживает ужас вот тоже супер приятный билд мне все рассказывали как же приятно играть на вортексе господи ни разу не играл и не хочу но билд скорее всего вполне себе неплохой этот билд может каких-то даже боссов убивать но урона в нем опять же не миллиард зато он комфортный легкий и приятный либо элементалистка либо оккультистка 2 есть вариантов погуглите узнайте что для вас лучше и приятнее держу в курсе и тут собственно от этого же человека ран как он за 7 часов с нуля пробежал от первого акта до убийства экзарха и тара можно что-то посмотреть как он что делал но он тут бежал а ну да на элементалистки он бежал просто он начинал на сционке все нормально на сционке скорее всего он слот выбивал и тому подобное вот и вот собственно видос по тому билду от всем известного на ру сегменте ютубера я решил украсть отсюда потому что этот был был в максимально близкой досягаемости для меня и я решил ничего нового не придумывать плюс я люблю нажимать много кнопочек у меня 3000 игр на арквардене в доту и я не зря все-таки решил это сделать плюс если вы все-таки не хотите жрать то что вам наобновлял крис вилсон в мастере нас ралли и так далее я могу вам предложить сыграть на медовом арквардене через билд через билд в котором вы соберете медас после медаса вы можете спокойно собрать милл штром милл штром вы собираете после медаса после милл штрома вы можете уже загрейдить travel boots и чтобы фармить всю карту и получать очень много дивайнов дальше вы можете уже загрейдить милл штром в глейбнир чтобы убивать противников и получать с них еще больше валюты после этого вы можете спокойно с чистой душой купить себе аганим если вам нужно дефать или актарин если вы нападаете и дальше вы просто покупаете силовой блинк докупаете актарин если взяли аганим либо аганим если взяли актарин после этого покупаете хекс и тереал и можете заканчивать игру вот так же как в поя апнул билд дропнул лигу все то же самое спасибо большое за просмотр моего видео я кстати забыл забыл очень важный момент на старте лиги на старте лиги у меня будет прекраснейший ивент под названием сабот он что это значит это значит что я подрублю стрим скорее всего по дефолту на 12 часов а дальше каждые 100 рублей доната или 50 гривен или одна сапка будут продлевать стрим скорее всего на 6 минут я и посмотрим насколько долго будет длиться стрим полчаса час неделю месяц она на секунду посмотрим поэтому жду вас естественно на старте лиги я буду играть на этом билде я даже не полностью прочитал всю эту таблицу и не вникал в поп но мне в целом без разницы под видосом естественно если вы решили все таки идти на том же на чем и я есть у вас целая куча побов от левелинга дэн гейма можете поиски поискать посмотреть я думаю будет очень много интересных букв там всем спасибо всем удачи всем пока